Добрый день, спасибо, что пришли. Меня зовут Лев Ганкин. Мы сегодня здесь собрались ради того, чтобы чуть-чуть обсудить книгу, я ее принес с собой, если у кого-то еще нет, которая называется «Новая критика контекста и смысла российской поп-музыки». И мы это будем делать, в числе прочего, с героями этой книги, с теми замечательными музыкантами, которые в ней упоминаются и чье творчество в ней анализируется. Я представлю, так сказать, в порядке... Я не музыкант. Ну, и не только с музыкантами. Сейчас дойдем. Можно я до тебя, Степ, по последнему дойду, с твоего позволения? Я начну, так сказать, по походу, так сказать, как все от меня сидят. Значит, Дарья Дерюгина, музыкант группы «Комсомольск», Илья Мазо, поэт, музыкант, автор проекта, и, собственно, Илья Мазо, создатель цифровой оперы «Шахаде зима», Виктор Ужаков, музыкант групп «Плохо» и проекта «Битцевский парк», и Степан Казарьян, основатель Moscow Music Week и соорганизатор фестиваля «Боль». Прежде чем я подключу уважаемых гостей к разговору, если можно, буквально там на пять минут максимум вступительное слово, собственно, что это такое за проект, что это за книга. Ну, ее делал не я, ее делал мой коллега Александр Горбачев вместе с Институтом музыкальных инициатив «ИМИ», и ее задача как бы постулировалась как попытка, ну, так, бросить такой более, я бы сказал, не ситуативно-сиюминутно-критический, а более академический, более фундированный, более обобщенный взгляд на то, что происходит в постсоветской, в российской поп-музыке, там, последних лет 20-30, в нее вошло, не помню сейчас сколько, по-моему, 13, да, или сколько, или 12, 13 текстов, ну, это не так важно, здесь они не пронумерованы, примерно 13 текстов интересных, которые осмысляют с разных сторон предмет исследования и, значит, пытаются сделать какие-то выводы относительно того, как функционирует, как устроена российская поп-сцена, чем она отличается от западной, ну, и о чем она нам говорит, собственно, контексты и смыслы, это ровно об этом. Остается, наверное, один вопрос непроясненным, что здесь делаю я, да, почему, почему, как бы, я сижу на этом месте и вам об этом рассказываю, тогда, как, казалось бы, я никакого отношения не имею к этому сборнику, дело в том, что, ну, я был одним из его первых читателей, и, ну, мне не зря его прислали почитать, потому что, значит, меня ангажировали делать следующий сборник в серии «Новая критика», который будет называться «Звуковые образы постсоветской поп-музыки», над которым мы уже начали работать, в силу того, что, ну, вот, как нам всем показалось, всем, кто имеет отношение к этому проекту, в первой книге удалось очень, мне кажется, здорово, интересно и многогранно представить, ну, какое-то именно смысловое наполнение всех этих сюжетов, но чуть-чуть маловато там сказано было, ну, и задача такой не ставилась, собственно, про звук, собственно, про то, как это все звучит и почему, и мы решили попробовать во втором сборнике, ну, вот, как бы неприятность преодолеть, исправить, и я хотел бы закончить эту преамбулу, сказав, что мы объявили open call в августе для всех желающих, быть может, попробовать поучаствовать в этом сборнике, прислать нам тексты, поработать со мной, сделаю так, что они будут здесь опубликованы, и этот open call пока еще не закрыт, он продолжается до сих пор, до 14, если я не ошибаюсь, сентября у нас дедлайн, поэтому если у кого-то есть идеи, ну, на сайте все есть, можно зайти посмотреть, если есть идеи каких-то интересных текстов, исследований, то, пожалуйста, пишите нам, мы их рассмотрим, и вполне вероятно, вы тоже станете автором второго сборника из серии «Нового критика» Института музыкальных инициатив. Наверное, это примерно все, что я хотел сказать вот в такой вводной части, у нас предусмотрено время на то, чтобы вы могли задать вопросы и гостям встречи, и мне, поэтому, если там в конце нашей дискуссии вам захочется что-нибудь уточнить или выяснить, не стесняйтесь и спрашивайте. Ну, начать же, собственно, разговор, я хотел с того, что спросить, расскажите, пожалуйста, как вам, собственно, книга, как вам работа, было ли вам интересно ознакомиться с тем, что там написано, ну и потом я уже чуть-чуть поконкретнее спрошу, в том числе про, так сказать, вот это научное осмысление вашего творчества. Но сначала, если можно, в общих чертах, насколько вам кажется это классная или не классная идея, не стесняйтесь, несмотря на то, что как бы и МИ, в том числе соорганизатор этой дискуссии, если она не классная, говорите честно и открыто. Кто хочет начать? Да. А он работает раз-раз. Работает. В общем, хочу вас вообще-то поблагодарить, потому что я в сферу своей немузыкальной деятельности занималась тоже философскими исследованиями популярной музыки, вот, и поэтому довольно много прочитала литературу западной, и в принципе понимаю, что, наверное, это единственная литература, которая была, ну такая, музыковедческо-критическая, искусствоведческая, культурологическая, которая, все, что можно было читать до этого момента. И хорошо, что это появляется какими-то полномерными действительно шагами, вот. Мне кажется, что, поскольку я услышала сейчас от вас название следующего сборника, хотелось бы, конечно, большей связи вообще с историей русской музыки, потому что русская музыка, постсоветская, меня, например, не сильно трогает ни как человека, ни как музыканта, поэтому я, возможно, не могу очень серьезно воспринимать аргументы в защиту группы, там, руки вверх, но, тем не менее, мне кажется, что это очень полезный опыт, так что спасибо вам большое. Да, у меня сейчас на ваших словах перед глазами как-то пробежали те заявки, которые нам уже прислал на второй сборник, и мне кажется, что там будет довольно много про связь, в том числе с музыкой более старой. Ребят, кто-то, если хочет тоже что-то высказать, добавить? Я вот вчера, я тоже хочу сказать про ИМИ, тоже два слова, я вчера, мы захватывали телевизор, и, нет, позавчера, это была книжная ярмарка, и, ну, вот эта московская там, короче, главная ярмарка, и меня туда тоже позвали спикером что-то рассказывать, и там, собственно, в общем, анонсировалось открытие Российской национальной библиотеки поэзии с грантами и прочей историей, вот, и я очень обрадовался, это было второе мое обрадовалось после ИМИ, потому что я вообще должен сказать, что это какая-то совершенно очень приятная организация, которая вдруг как-то появилась в моей жизни, и надо сказать, что вот прошедшая пандемия, собственно, ИМИ, и еще один человек, который здесь сидит, вот он слева от меня, Степа Казарян были единственными организациями, которые, в принципе, поддержали музыкантов, которые остались без еды, вот, и государство там ничего никто не поддерживал, вот, а музыканты зависимы от еды, как вы понимаете, вот. Помимо этого, я хотел сказать по поводу книжки. У меня получилась очень классная история с ней, потому что когда мне написали из Института музыкальных инициатив, что книжку, хотят подарить мне книжку, я, собственно, я подумал сначала, что это перевод какой-то западной работы по поводу поп-музыки, и очень обрадовался даже этому. Потом оказалось, что это не просто перевод западной работы, а это как бы оригинальная книжка про российскую поп-музыку. И я подумал, неужели она наконец появилась? Я был очень счастлив, прям, вот, я такой, неужели вот появилась организация, которая в музыке готова заняться хоть какими-то смыслами, еще чем-то, потому что, как бы, музыкальная журналистика у нас, ну, уже умерла, и все такое, вот. И вот какие-то сейчас ростки есть, там, русский шаффл, ими, еще что-то. А потом, читая эту книжку, я обнаруживаю, что там про меня прямо написано, и я такой, блин, неплохо. Вот, было очень приятно, мне очень понравилось. Я прочитал всю ее, я, как бы, дошел до себя, там, мы ближе к концу, о нас написано, и написано о всех тех людях, которых я считаю, ну, крайне важными для современной сцены российской, и достаточно, я бы сказал, ну, по делу. Вот, и, в общем, это единственная книжка, которая есть сейчас вообще об актуальной российской музыке, в которой есть вообще, ну, хоть какой-то анализ. И, ну, вы делаете очень большое, очень правильное дело, и, в общем, хочу сказать спасибо от всех музыкантов, наверное, раз уж я тут сижу. Спасибо большое. Я добавлю, что статья, о которой говорит Илья, называется «От актуальности к гиперлокальности. Новая поэтическая волна как музыкальный и этический феномен». Ее автор, авторка, точнее, Дарья Иванс. Вот, и, ну, кстати, к вопросу, к вопросу о, вот мне интересно, вы читали статьи, в том числе, про себя самих, вот насколько вам показалось, да, всегда есть такой соблазн, ну, как бы умно поговорить, псевдо, да, соблазн некоторого ухода в такое какое-то псевдоумствование. И, ну, я сам занимался музыкальной критикой, и, честно говоря, как бы соблазн этот испытывал в жизни не раз, и чаще все старался преодолевать, не факт, что всегда получалось. Как вам показалось, с точки зрения конкретных вот прочитанных текстов, где упоминаются ваши проекты, ну, насколько это все, грубо говоря, по делу, да, я так вот спрошу в лоб, насколько это по делу? Я вот сказал уже, что по делу. Единственное, что, ну, наверное, это так задумывалось, вот, единственное, что, наверное, лично мое мнение, что классно было бы, если бы, учитывая, что все-таки речь идет о новой поэтической волне, классно было бы, если бы помимо анализа приводились, приводились бы, собственно, выдержки того, о чем речь. Тексты. Да, тексты. Там вот этого не хватает. Но, с другой стороны, все-таки мы живем в 21 веке, и, наверное, просто марать бумагу можно и не марать, все, кто захочет, могут сами посмотреть. Вот. По делу есть некоторые вещи, которые в связи с тем, что, как это, исследователи не находятся в ближайшем таком контакте, они такие, я бы сказал, что это, ну, некоторые додумки. Вот. Есть какие-то очень глубокие вещи. Вот. Тем не менее, это очень хорошая, большая работа, и, ну, как бы, лучше, наверное, и не сделаешь, потому что иначе это будет такое между собойное любование. То есть, если вы начнете описывать там, как кто там, кому руку жмет и прочее, то это будет невозможно читать. Все этим грешат обычно литературоведческие круги, которые вот у них там есть, какой-нибудь Вася Пупкин, и они вот, вот, Вася Пупкин встретился с Марииной, и вот он ей сказал, что цветок. Это неинтересно. Вот эта книга, она достаточно, как бы, достаточно обща и достаточно читка для того, чтобы, короче, читайте книгу эту, ребята. Но это интересный момент. Должен ли исследователь находиться, как бы, в более близком контакте? Не должен, не должен, но я об этом и говорю. Степан, можно я тогда у тебя спрошу, как вот не у музыканта, а у человека, который, можно сказать, курирует во многом всю ту сцену, о которой написано в, значит, сборнике ИМИ, насколько, как тебе кажется, появление, как появление этого сборника влияет на ее жизнедеятельность, на жизнедеятельность самой сцены? Только, я тут спич готовил, это так сложный вопрос. Можешь говорить спич, который готовил? Да нет, я попытаюсь ответить. Я не уверен, что эта вот книга прямо вот там вышла и сразу на всю жизнедеятельность сцены повлияла. Она повлияла на энное количество людей, которые… Мне почему-то сейчас вспомнился фильм «24-hour party people», мой любимый, где концерт с этих «Sex Pistols», там 60 человек в зале, а не, 42 человека в зале, или что-то в этом духе, и потом все 42 выходят и великие дела делают. Я думаю, что эта вот книжка, это из той же серии, реально вчитаются и сделают выводы 50 человек, но пойдут делать великие вещи. У меня вообще дисграфия и дислексия и полный набор. Читаю раз в четыре медленнее, чем обычный человек, поэтому, с одной стороны, я десять раз думаю, что читать, а с другой стороны, я очень вчитываюсь, медленно читаю, я пока читаю, я успеваю обдумать прочитанное. И эту книгу, так как последние полтора месяца были все в подготовке, я прочитал отдельно взятые статьи, ну, те, которые мне были изначально сразу интересны. И вот я могу выделить три, если можно. Про советскую волну, ностальгию, практику, конструированную утопию. Ну, у меня вообще, в принципе, советская волна, это все очень интересно, анализ. Я не буду вдаваться вообще, это пусть каждый прочитает, но мне не хватило, наверное, статьи сопоставления советской волны, какой-то там югославской волны, немецкой и остальных, как бы, в контексте, потому что мне всегда интересно, как что-то в до интернет-эпоху вообще могло жить и вроде как взаимодействовать. Такое ощущение, что оно все очень сильно влияло, а с другой стороны, все было в изоляции друг друга. Этот вопрос меня очень интересует, просто безумно. Но самое мне... Так. А, вот еще я про музыкальные клипы 90-х годов, энцикопедии образов новой жизни. Ну, клип 90-х годов, это просто guilty pleasure. То есть там буквально говно все, кроме, естественно, великого клипа Ликистар, «Одинокая луна». Но при этом они, как бы, изощренно интересны. То есть они такие, как бы... В общем, тоже обратить внимание. Ну и книга... Ой, фу. Статья, которая больше всего мне привлекла внимание, я не знаю, кто такая, Ира Кунюхова, но я бы с ней... Вот тут всего лишь 20 страниц статья, но тема группы «Тату» как отражение гендерной биополитики в России... Ну, не знаю, вообще в России. Вообще, в 99-й, 2019-й эта тема меня интересует с тех пор, как мне было 17. Это давно, значит, уже интересует очень. То есть 20 лет почти. С тех пор, как я побывал в Бельгии в 17 лет, и для меня был, ну, просто огромный культурный шок. У меня был друг, у которого было кафе в провинциальном бельгийском городке, ну, такое приматненное. И за вечер в этом кафе просто сыграл... Ну, там радио, за вечер там радио играло, и я услышал группу «Тату» четыре раза. Три раза на английском, один раз на русском. То есть такая была жесткая ротация, причем даже на русском. И каждый абсолютно входящий человек, а я там, типа, чуть ли не за баром там сидел, я же друг владельца. Не спрашивайте меня, почему я в 17 лет был другом какого-то владельца бара в Бельгии. Не суть, важно. И как бы... И они все-таки из России, из «Тату». И как бы в группе «Тату» столько срослось и про действительно... Факт, что это первая современная русская группа, ставшая по-настоящему известной. Ну, по-настоящему известная. При этом тут очень много факторов, что сначала она стала известна в Восточной Европе, то есть в славянском мире. Тут сыграл фактор с пониманием языка. Потом вот этот лесбийский фактор. То есть тут столько слоев в группе «Тату». Я думаю, что участницы группы «Тату» состарятся и умрут, так и не поняв вообще, что они сделали, и в чем было величие того, как, насколько воздействие это было. Поэтому я бы... И все эти годы я как бы в своей голове писал эту книжку, а тут вот, пожалуйста. В общем, я бы написал книгу целую, вот такого толщины, исследование про влияние группы «Тату» на мир и Россию. Но даже на мир скорее, потому что Россия... В России-то просто поп-группа какая-то, ну как бы. А для мира это что-то... Я говорю, очень много слоев. Ну и в целом, как бы, меня заставило задуматься, я вот тоже теперь хочу книгу написать. Не знаю. Уже много лет, как бы. Это, по-моему, крутое следствие. А? Если ты захотел написать книгу, прочитав эту, ну или как бы начав ее читать... Не-не-не, я захотел написать книгу, типа, не просто... Я давно хочу написать книгу, но просто, знаете, это как... Как бы... Я вам сейчас приведу пример. Наверное, Рома Мальбек всегда, наверное, хотел заниматься музыкой, но лишь когда его сосед по дому Петер Мартич вдруг добился успеха и оказалось, что это реально, вот так вот можно сделать, он пошел быстренько и как бы за того еще больше, как будто звездой. Пример. Просто показали пример и есть теперь ощущение, что как бы вот, можно пойти написать и издать. Надо уже как бы двигаться. Ну, в общем, inspiring. Да, спасибо. Спасибо. Виктор, ну если можно, я и вас тоже попрошу высказаться, хотя про группу плохо в... У вас, может быть, будет во втором томе, в первом не было, но я хотел узнать вообще сам факт осмысления с таких более академических позиций того, что вы делаете, в том числе и окружающие вас музыканты. Вот насколько это тоже inspiring и какие чувства это вызывает? Ну, да, я хотел начать с того, что нашей группы там нет и, ну, в общем, и книгу я не читал. Но, как бы, я читал, она мне попала буквально в руки только сегодня, и я очень поверхностно, к сожалению, успел изучить. Я ее, конечно, прочту обязательно, и мне очень интересно, о чем она. Но дело в том, что моя любимая книга на протяжении, наверное, последних десяти лет, это книга «Прошу, убей меня». И я считаю, что это, наверное, лучшая книга... Можно я тебя на секунду перебью, и, между прочим, пять лет назад этот твой экземпляр ты подарил мне, и он очень сильно на меня повлиял. Я ее потом подарил певице Гречка, которая сказала, что это полное говно, и сразу упало в мои глаза. Я очень неудивлен. Вот, в принципе, певица Гречка, черт поделюсь, вообще противоречиво звучит. Но это моя любимая книга, да, действительно, она моя любимая. Я как понимаю, что эта книга сделана немножко иным образом. Это набор статей, набор разных людей. И она, в первую очередь, о том, что меня раздражает очень сильно на протяжении всего нашего творчества, потому что, наверное, нет другой группы в России, которые более часто тыкали носом в заимствование советских реалий, каких-то советского звука. Я, наверное, в этой комнате человек, которому чаще всего говорили, что он что-то украл у Виктора Цоя, понимаешь? И поэтому эту книгу мне будет очень интересно почитать. Но прикол в том, что в этой книге очень много пишется о заимствовании именно и о цикличности вот этой музыкального периода. То, что мы как будто музыканты специально возвращаются к этому совковому звуку и так далее. И я понимаю, я знаю примеры этих групп. Более того, есть одна группа, которая уже во всем мире стрельнула с этой фишкой. Но когда 8 лет назад, 7 лет назад я записал первый трек группы «Плохо», который, в принципе, дал начало всему остальному пути. Советский звук появился тупо из-за того, что моя карточка звуковая стоила тысячу, а микрофон 500 рублей. И вот и весь совок, вот и все наследие. То есть это было совершенно не ради этого и не ради какой-то цикличности. Тем более, что в тот момент это даже не было совершенно актуально. Но поэтому меня немного ранит, что в этой книге ничего не написано на группу «Плохо», потому что, знаешь, 7 лет назад, ну, как, в принципе, принято считать, 7 лет назад мы положили дорогу так называемому жуткому термину русский постпанк. Да, ну вот, кстати, это интересно. На самом деле, мне кажется, что ну, как бы в книге, конечно, это формулируется чуть-чуть иначе. Там нет про то, что кто-то у кого-то дерет, да, или что-то в этом. Это скорее язык, там, я не знаю, интернет-комментариев. Я, кстати, видел у вас, в том числе, там, не знаю, на ютубе под клипом на песню «Закладка» написано, типа, те, кто считают, что что-то цоевское в этом есть, ничего не понимают, это классический постпанк. И ответ от группы «Плохо», абсолютно солидарный. Вот, так что здесь тоже, конечно, не про то, что кто-то что-то дерет, но насчет цикличности это верное замечание. Сразу несколько статей, в том числе статья про утопию, о которой Степан вспоминал. Сразу несколько статей имеет с этим дело, сразу несколько текстов из этой книги. Она тоже возникает здесь в контексте каких-то таких стратегий конструирования вот этой постсоветской, не знаю, утопии, не утопии, это можно там назвать по-разному, стратегии работы с советскими образами, с советскими символами. И мне интересно, вот я у Ильи спрашивал по делу ли, можно, Даш, я у вас тоже спрошу, по делу ли, насколько это какая-то намеренная работа с этими символами или это на самом деле некоторые бессознательные вещи, которые, ну вот просто есть, вот они пришли, а сейчас автор далеко идущие выводы из этого делает, например. Ну, во-первых, должна сказать, что вы говорите о цикличности, но я бы сказала, что это скорее разрыв, потому что... Разрыв между чем и чем? Между советским временем и нынешним временем, потому что это на самом деле весь 20-й век стал для России очень травматичным, вот, поэтому, конечно, мы должны эту травму как-то переживать, потому что там мои, допустим, родители, я в очень маленьком возрасте тоже оказалась в совершенно другой стране, вообще, вся реальность исчезла, вот, вы там тем более, но вы постарше еще, видите, вот, и поэтому, мне кажется, что тут речь идет не о цикличности, как мы пытаемся куда-то вернуться, мы просто пытаемся с этим жить дальше, вот, в этом смысле это просто констатация каких-то психологических процессов на самом деле и вас, и вообще всех нас, то есть, как нам вообще жить в мире, где преобладает западный дискурс, да, и мы, нам кажется, что это хорошо, а наши родители жили вообще по-другому и, не знаю, смотрели диафильмы, вот, нам это, в общем, нужно еще, конечно, осмыслять, в этом смысле очень по делу и очень радостно, что просто группа может стать каким-то примером в такой хорошей академической работе, которая действительно, хорошо, что она началась, может быть, не без недостатков тоже каких-то фактологических, потому что мне, как исследователю более академическому хотелось бы, чтобы было больше ссылок на какие-то, тоже другие работы, чтобы эта работа была более в контексте всеобщего обсуждения. Может быть, они просто еще не написаны, эти другие работы? Может быть. Такое может быть? Может быть. Скажите, а в целом, ну, раз мы об этом заговорили, я хотел у вас спросить, как у людей, ну, постоянно находящихся в контексте и глядящих на все это изнутри, тогда как я все-таки гляжу на это немножечко снаружи. Вся вот эта парадигма, все, что связано с ретро, все, что связано с цикличностью, все, что связано с возвращением на новом витке каких-то советских образов, символов или вот проживанием этого, да, то, что Дарья только что говорила. Это какой-то конструкт критический или вот, Степ, например, ты, как человек, постоянно видящий, слышащий значительно больше количества музыки, чем я, например, в самом деле можешь это подтвердить со своей колокольни, что да, этого очень много и это может такой сверхидеей быть значительной частью современной, новой русской музыки. Ну, мы все время с точки зрения музыки смотрим, а это же не только в музыке происходит, это и в искусстве, и в культуре, и в архитектуре даже происходит. И почему это происходит? Ну, потому что, говоря словами недавно ушедшего господина Лимонова, у нас была Великая Эпоха, а как бы, а что было после, это, конечно, история рассудит, но лично мне прямо сейчас кажется, что был какой-то просто пиздец, вот, который, если кому Великой Эпохи Эпохой хочется назвать, то, как бы, привет ему большой. Ну, вот, либо я чуть не понимаю, вполне возможно тоже. И вот этот, вот, это, как бы, травма, травма людей, выросших не в Великую Эпоху, а в какую-то сомнительную парадигму некой, она приводит к не просто к там, к саунду, как правильно сказал типа саунду, под разными соусами, там, таким может быть, а в, именно, в определенном, я даже не знаю, у кого-то это подражание, у кого-то это копирование, у кого-то это, ну, просто вот, из него это льется, как некое наследие, ну, просто вот, ему нравится это, потому что это очень привлекательный саунд, 80-ый, вообще в мире, это очень привлекательный саунд, я вот очень люблю всякие там, московскую рок-лабораторию, но я также типа, дико люблю Ноэ Дойче Велле, и мне очень нравится какой-нибудь НСК, там, Ноэ Славинише Кунст, и французский какой-нибудь этот, Новель Ваг, да и Джо Дивижн, я тоже люблю, чего же там греха таить, то есть, видимо, просто мне нравится 80-ый, хотя, ну, я тогда не то чтобы, ну, то есть, я помню, я был маленький 80-ый, я даже жил на Западе, и я так вот не вспоминаю, это как что-то тюрьмя дюран-дюран какой-то был вокруг, и все, но, а сейчас, как бы, чем глубже копаешь, тем больше ты понимаешь, что ты хотел бы вот тогда жить, и быть, и творить, и плясать под танцем Муссолини. А сейчас, когда, ну, есть определенная ностальгия про 90-е у некоторых, но, я понимаю, что не очень, хотя это были времена, когда я был подростком, как бы, по идее, я должен по ним как-то ностальгировать, там, нирвана, там, в душе должна играть, но нет, это были куда менее секси времена исторически, не только в российской, советской ситуации, а в общем мировой, да? Не, не, конец 90-х, он как будто бы что-то было интересное, а так, в целом, а 2000-е, вообще, лучше бы их и не было, как будто бы, либо, но я могу быть не трат. Можно добавлю, вот просто как раз Степа правильно об этом заговорил, и я очень хотел на эту тему высказаться тоже, в этой книге очень много, и вообще, в принципе, сейчас очень много, да, нам нужно переосмыслить опыт совка, нам нужно переосмыслить опыт 90-х, культивирование 90-х, ребята, ну это абсурд, это клиника, вот, я просто типа, ну, я был тоже маленьким в 80-е, очень маленьким, я 88-го года рождения, но в 90-е я был уже побольше, и я помню, что происходило и культивирование этого времени, ну, ребята, ну это, ну зачем, вообще, вот, то есть это то же самое примерно, знаете, участники Великой Отечественной войны терпеть не могут парады Великой Отечественной войны, потому что, ну, это абсурд, и то же самое культивация 90-х, единственное, что мне нравится в этом всем, это то, что, короче, типа, допустим, взять группу Буэрак раннего периода, когда это еще было музыкой, и прочее, да, то есть, вот, фишка в том, что вот эта вся гопота, так называемая, какие-то rational criminal тату и так далее, у людей больше не вызывают страха, и это прекрасно, вот, и что люди могут найти в этом что-то смешное, вот, но в целом культивирование этой волны, ну, это идиотизм, вот, и как бы недавно буквально смотрел интервью Гаррика Сукачева у Познера, и он там очень рассуждает о том, как ему было тяжело в 90-е, потому что он большой поклонник Горбачева, и, понимаете, для большинства людей, которые пытаются переосмыслить, осознать и написать что-либо о 90-х, они понятия не имеют, почему вообще кто-то мог не любить Горбачева, кто такой Горбачев, и что он сделал, потому что 90-е для них это спортивные костюмы у батей на даче, понимаете, и как бы в этом вся абсурдность ситуации, и как бы когда группы, в которых играют ребята, которые, ну, я, пожалуй, не знаю какого возраста, наверное, ну, примерно там 99-го года рождения, да, и вот они культивируют, так сказать, эти образы 90-х, это и смех, и грех, и грех, я думаю, что в подавляющем проценте. Ну, то есть ты считаешь, что для ребят, которые родились в 99-м году, культивировать образ 90-х это смех и грех, а для человека, который родился в 88-м, культивируют... Мы не застали это время, давайте радоваться, черт подери, нет, они пытаются вернуть это время, это жестоко по отношению к самим себе, зачем, черт подери. Я не знаю, я только уточню, я не возражу ни в коем случае, а именно уточню, что мне кажется, эта культивация, она же может быть, ну, не только такой абсолютно искренней и любовной, да, она может быть постиронической иногда, это может быть использование каких-то... Ну смотри, чем больше мы думаем о прошлом, тем медленнее мы движемся в будущее, это факт. И как бы, если они хотят культивировать, грубо говоря, эпоху 90-х, что это? Давайте посмотрим. Это очень стрёмный звук, в первую очередь, потому что в 90-х у всех групп, ну, кроме тех, кто, к сожалению, не был популярен и не популярен до сих пор, потому что было несколько групп, у которых был классный звук, но популярный, в первую очередь, был стрёмный звук. Это довольно нелепый вид, но он был нелепый не потому, что это мод такая была, потому что каждый напяливал любую одежду с логотипом USA, понимаешь, поэтому так все и выглядят. И они хотят это вернуть, получается, то есть это, ну, это же деградация некоторая. То есть при сегодняшних возможностях мы наконец-то можем перестать быть экзотической музыкой, в плане, я имею в виду русских музыкантов, мы можем перестать быть экзотикой, мы наконец-то можем стать тоже музыкой, в полном смысле этого слова. Но ребята зачем-то, короче, типа на своих дорогущих макбуках эмулируют дешевый бобинник. Да, понятно, немая сцена, как писали в пьесах. Илья, ты хотел что-то добавить, да? Да, хочу добавить. Во-первых, хотел сказать про, это я так чуть-чуть вернусь назад, хотел сказать про «Прошу убей меня», это была моя первая ассоциация, я подумал, это, конечно, совершенно разные книжки, видишь, «Прошу убей меня» — это гонза, а здесь это как бы научная история. Тем не менее, ну, просто сам, что это похоже, это действительно круто, это, кстати, тоже одна из, ну, я, правда, там лет 16 ее прочел, но когда я ее прочел, это вот для меня было, то есть, вот, чем-то вот, хочу какая-нибудь. А я в 33 еще тоже переосмыслил. Я хочу, наверное, ты чуть-чуть говорил там по поводу конструктов и по поводу того, умышленный, неумышленный. Я вот хотел, наверное, сказать о том, что я просто немножко не понял прошлый вопрос и хочу сказать по поводу и конструирования, и по поводу всего вот этого прочего. Я не думаю, что в случае с хорошими музыкантами вообще возможно, или там поэтами, вообще возможно употребление таких вот историй, что это как бы некоторая умышленная работа, которая вот человек такой, а сяду-ка я и сделаю-ка я вот звук типа как в 90-х. Потому что я думаю, что это, ну, то есть в теории, если ты, наверное, вот совсем великий человек, ты можешь это делать умом, но на практике я все-таки думаю, что это как раз отличает хорошего поэта и музыканта и вообще от плохого, потому что хороший, он с космосом общается, а плохой с публикой. И я думаю, что даже те люди, которые думают, что они общаются с публикой и что сейчас мы сделаем, значит, так, чтобы это выстрелило, я думаю, что они все равно, если у них выстреливает, общаются с космосом. Потому что, ну, это я так вот говорю, потому что, когда мы говорим о том, что мы что-либо там эмулируем или прочее, я вот 90-е, или 80-е, или еще что-то, очень мало вообще ребят, которые способны в целом воспроизвести какой-то звук, который вот они задумали. То есть это вообще свойственно классической академической школе, когда идет проработка на том уровне, на котором, то есть условно, Рахманинов, когда писал, он понимал, зачем каждая нота. Современной и поп-музыке это не свойственно, это сейчас не укор ей, это просто не свойственно, когда человек работает с песней, у нас скорее, если можно так сказать, опять же, с точки зрения академизма, роман свой подход, когда важен широкий мазок, общая песня и так далее. Вот. Поэтому говорить о том, что кто-то берет что-то и умышленно вот, а я хочу вот так, а я хочу не вот так, этого не происходит, и если в книге есть какие-то к этому, ну как бы, вот допустим, в статье про группы, которые вокруг меня так или иначе там вращаются, и я вокруг которых вращаюсь, сказано, что вот это некоторая локальность, некоторая, это не речь, все равно это, конечно, это не так, это не заложенная локальность. И вот про 90-е, про 80-е, я думаю, что это работает немножко по-другому. В случае с хорошей музыкой, да, которая по большей части там описана, я думаю, что это работает так, что когда ты 8 лет у бати взял куртку, у тебя в сердце остался голубушка, а потом тебе эту голубушку нужно оттуда как-то вытащить, и цикличность происходит исключительно из-за этого. Она происходит не потому, что мы что-то там пытаемся выдавить из себя, что вот мы там экзотичные, допустим, что я хочу, чтобы меня побольше слушали, я хочу, чтобы там, типа, а именно по этой причине. Вот у всех ребят, как мне кажется, которые здесь сидят и вообще. По поводу того, что вот непосредственно 90-х и по поводу разрыва, я думаю, что... Степа, а вот ты про какую эпоху говорил, что она была отстойная? Про 90-е или раньше? Это вроде я говорил. Нет, нет, ты сказал. Я, ну, типа, 90-е, я, да. Ну ладно, про клипы говорил. Самые отстойные это нулевые, культурно-плодисные. Я хочу только, это мое мнение. 90-е это хотя бы controversial что-то, но... Короче, я хочу сказать по поводу заимствования и разрыва. Я думаю, что за исключением звук с хорошим, групп с хорошим звуком, которые были в 90-х большом количестве, они действительно были неизвестные, которые творили что-то, как бы, ну, это была контр-культура, то есть если взять поп-механику, если взять, ну, то есть было там стук бамбуков всяких и прочее, было достаточно, ну, энное количество групп, которые, ну, не просто работали, да, со звуком, там, со словом, а работали очень глубоко. Но эти группы, они были вот совсем в контр. И я, мне бы хотел сказать по поводу, вот еще чуть-чуть, я так немножко политического толкну, мне кажется, что вообще, если мы говорим о музыке, то мы говорим о культуре, потому что музыка – это часть культуры. Если мы говорим о культуре, мы должны говорить о культурном слое, носителем которого является определенная страта людей. Если эту страту людей физически уничтожить, то дальше происходит, ну, как чернозем вывозишь, и ничего не растет. Вот. У нас в истории нашей страны однажды произошло, не однажды, а три раза, произошло массовое уничтожение представителей культурного слоя, которые носили в себе все культурные кластеры и так далее, все культурные какие-то штуки. После того, как оно произошло, любой культурный слое… Очень опасная тема. Ну, не важно. Нет, оно просто произошло. Сейчас будет мордобел, все заканчивается. Оно должно наработаться. Вот в 90-х, как мне кажется, очень во многом у нас было некоторое… То есть очень сильная ориентация на то, чтобы заимствовать, повторить, потому что как бы советскую культуру отбросили, вроде как она неправильная, она дурацкая, вот мы сейчас все это хотим, а никакой другой не было. И мы начали вместо того, чтобы искать, я сейчас про популярную музыку говорю, начали пытаться заимствовать. Это все равно было достаточно оригинально, и все равно у нас не получилось позаимствовать. Тем не менее, мне кажется, что то, та музыкальная поп-культура, которую можно назвать, вот у нас там написано о контекстах и смыслах русской поп-музыки, вот именно русской, я не в смысле сейчас там, типа там, сварок, все такое, а российская, не знаю там. Она начала появляться буквально там, ну, 10 лет назад. И вот сейчас она в рассвете, и то, что сейчас происходит, и то, о чем на самом деле эта книжка, и то, что вообще эта книжка появилась, и то, что очень много, ну, все группы стали русскоязычными, и это перестало быть это когда-то было ведь позорным. То есть на русском прям, типа, ты что, на русском поешь? Вот, и так далее. То есть эта парадигма сменилась, и сейчас всеми доступными способами люди ищут в своих коробочках новый музыкальный русский язык, как в звуке, так и в текстах. И, но где они его ищут? У нас ничего, кроме нас, нет. А мы росли в 90-е, в нулевые, а наши родители росли в Советском Союзе, соответственно, это не какие-то попытки что-то повторить, это просто единственное, что у нас есть, и то, что сейчас происходит, то есть вся американская музыка тогда тоже, можно сказать, что это, условно говоря, если мы берем каких-нибудь, возьмем рок-80-х, то они тоже все как бы повторяли, и все все повторяли за всеми, но на самом деле это же не повторение, это развитие, совсем развитие. И дело не в том, что это умышленное какое-то, конструирование чего-то, это просто люди, которые просто слушали в детстве родителей и музыку, потом берут и начинают делать музыку для таких же людей, которые слушали в детстве тех же родителей и ту же музыку, и они понимают друг друга, и получается новая русская музыка. Спасибо. А вслед за ней получается и книга «Ими контекст и смыслы» этой самой новой русской музыки. Да, но я просто замечу вскользь, что именно поэтому, вот ровно по тому, о чем только что говорил, я как бы вот слово повторение сам не употреблял, я как бы предпочитаю об этом говорить как о переосмыслении, как в любом случае, то есть можно использовать что-то старое, но на этом фундаменте делать, конечно, что-то новое, безусловно. Я еще зацепился бы за то, что вот Виктор сказал насчет того, что у нашей музыки есть шанс, как это прозвучало, перестать быть экзотической и стать просто музыкой. А можно развернуть немножечко этот тезис и на самом деле попробовать констатировать, не произошло ли это уже. Легко. Вообще, на самом деле, это не произошло, это происходит. Но давайте тоже немножечко обратим внимание, в каких группах это происходит. Нет, у нас есть, конечно, Филипп Горбачев, его можно считать русским музыкантом, я думаю, в полной степени. У нас есть Филипп Горбачев, у нас есть группа Short Pari и так далее. Но это действительно прогрессивно и это современно. Но у нас есть и группа Молчат Дома, которая в разы популярнее и Филиппа Горбачева, и Short Pari, и всех остальных. И чем она популярна? Бобинным звуком. Тем, что это звучит как группа Bio, это потому что звучит как группа кофе, понимаете? И когда в Швеции мы выступали на фестивале Колобарик, есть там такой фестиваль субкультурный, это постпанк и готика, и сидел я вот с такими черноволосыми, прекрасными людьми, с накрашенными глазами, которые все в нашивках, там типа Sister of Mercy, все дела. Я говорю, группа кино, 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 знаешь кино, цой. Это действительно смешно. Они не знали. Через год, когда Молчат дома стали популярными, теперь они знают, что такое кино, потому что они начали слушать кино благодаря группе Молчат дома. Черт подери, как будто мой какой-то страшный сон реализовали в реальности и взяли с меня за это деньги. Так в этом-то и прикол, как бы дети, которые в ТикТоке под Молчат дома, американские дети, они вообще срать хотели на то, что в какой-то там России, СССР, в каком-то Ивол, 35 лет назад была какая-то там советская волна. Они вообще настолько не углубляются, они понятия не имеют. Для них Молчат дома, а здесь сейчас только что изобрели бобину. Для них любой совок это, мне кажется, сценарий Call of Duty. Я тебе больше скажу, не существующая реальность. 15-летние российские дети уже не очень понимают, о чем речь, когда говорят совок. Но, может быть, еще как-то американские 15-летние они не знают ни, что такое совок, ни, что Россия когда-то была СССР. Может быть, они даже не знают, и как бы я жил в Америке, некоторые даже не знают о существовании России. Зато они знают ТикТок и вот плясать. Отвечая на твой вопрос, мы сейчас немножко опять отошли, опять же, то есть, шанс есть, и по-любому так будет, это так случится, но, опять же, этому препятствует как раз прообразность того, что люди пытаются повторить 80-е, потому что вот у нас была популярная музыка когда? В конце 80-х. 90-е это ресторанная песня, это понятно, нулевые, это действительно полный провал, но в плане того, что это... который... это конечно исключение, подтверждающие правила и так далее, но в целом сама индустрия нулевых, но это действительно... Ну, гламур страшное время, я думаю, все это понимают, да, то есть, оно не дало ничего такого интересного в плане российской музыки, и когда оно закончилось, появилось инди, которое у нас не очень зашло, потому что все-таки это чуждая музыка для российского массового потребителя, да, то есть у нас как бы Франц Фердинанд и дядя Юра Шевчук, это не конкурентоспособные, да, элементы, вот, и как бы дядя Юра Шевчук вот взял Павла Додонова на гитару, я считаю, что это очень хорошее решение, вот, потому что, ну, типа, надо как-то молодежь заинтересовать, и это правильно, потому что, нет, и в целом это нормально, это здраво, но на Западе очень, ну, вот я не знаю, я ничего не имею против, конечно, группы Помпея, например, да, то есть это хорошая группа, они классные ребята, но все же я очень сомневаюсь, что в Штатах, например, эта группа действительно может звучать как топовые американские инди-группы, да, потому что, как бы, мы, ну, я играл пару туров по Европе, и мы периодически пересекались с американскими инди-группами, играли на одной сцене, и они звучали лучше, чем группа Помпея, вот, и в России это, как бы, очень качественный бренд, и я боюсь, что на Западе нет, потому что там группа из какого-то, там, не Аполлиса, и откуда там, они звучат лучше, потому что, это их музыка, они умеют ее играть, это как у нас в генотипе замешан Виктор Цой у каждого, то есть мы просто автоматически умеем АМДМ играть, все, это такие аккорды. Мне кажется, что это как раз последствия, это уже, эта история заканчивается, и как раз с Хамякиным, она, это вот уже, как бы, первый флажок того, что это заканчивается, потому что, вот как раз история, ну, в Симпсонах была серия офигенная про русскую рок-группу, которая, ну, прям вот совсем никому не нужна, то есть это был, ну, как синоним максимального, вот, да, это как раз, это вот как раз нулевые 90-е, и все, что мы к ним везли, я вот на самом деле группа Тату, я, блин, я на самом деле их очень люблю, но тем не менее, я думаю, что группа Тату все равно, как бы, была в контексте, я думаю, что если мы сейчас говорим про Камягина условного, то это, хотя он тоже в контексте, вот, но он намного более свойственен нашей сцене и нашему подходу, и он поднимает в своем творчестве не те проблемы, которые свойственны глобальному миру, а свойственны нашему миру и популярным он стал не благодаря каким-то даже бобинному звуку, а благодаря, ну, клипам, в которых подняты актуальные для нашей, для нашего общества проблемы, и я думаю, что как раз сейчас настает то прекрасное время, когда мы начнем экспортировать хороший продукт, потому что это вот, мне нравится, это хорошая группа, которую ты перечислил, но они действительно вторичные по отношению к западной сцене, вот, сейчас на российской сцене есть группы, которые не вторичны, и это прекрасно, и это как раз и есть тот ренессанс, о котором я говорил. А та суперлокальность, о которой в связи, в том числе, вот с новой поэтической волной и с окружающей вас сценой говорится в этой книжке, она не препятствует экспорту никак? Мне сложно сказать, потому что тут вопрос о том, что такое суперлокальность. Допустим, если сравнивать меня, ну, как вот исполнителя, да, с группой плохо, то я не просто суперлокальный, меня просто не существует. Господа, я исчез. но с другой стороны, мою работу хотел купить Гарвард, для того, чтобы, как бы, вот мы не договорились о цене. Самое крупное британское, вообще мировое издание про инди-игры признало мой проект проектом года. У меня, вот мы выпускали игрушку, ну, как бы половин покупок из Китая, Америки и прочее. И если мы возьмем, допустим, чуть от музыки отстранимся, возьмем другие области. Atomic Heart, игра такая в разработке, сейчас весь мир вокруг нее прыгает. Почему? Потому что Half-Life новый вышел в советских реалиях. Весь мир вокруг него бегает и прыгает. И по той причине, что в гейм-индустрии, которая сейчас наиболее наполнена энергией и деньгами, и поэтому она впереди планеты всей, потому что, то есть, вот мы там музыканты радуемся, когда нам дают вот эти деньги, а игроделы, они за наши годовые гонорары даже не сядут никуда. И вот, поэтому там все нам немножко быстрее происходит. Но это очень хороший знак, и по нему, мне кажется, можно судить, потому что в целом наша культура, в которую входят и игрушки, и песни, и прочее, она становится интересной и самостоятельной. И поэтому экспорт тоже будет, и музыкальный, и не музыкальный, не только бобинный звук, вот, а насчет группы кино, вот я слушал, думаю, блин, вот дурачье, а потом я думаю, блин, а сам-то я узнал вообще вот о хороших группах, через кого, и потом я вспоминаю, и думаю, елы-пало, потому что чаще всего это были какие-нибудь, знаешь, кавера там, ну типа, какой-то третисортного, вот, потому что я тоже к этому приходил, ничего, ничего. Путь крутой музыки очень часто лежит через сильно-менее крутую музыку. Да, так что дойдут, дорогие американцы. Ладно, извините, все. Dear Americans. Спасибо большое. Я хотел узнать, может быть, есть какие-то вопросы? Да, прошу, приходите к нам. Спасибо большое. Ну, вообще, это очень безумно, конечно, интересно слушать, и здесь было очень много сегодня сказано о культуре в целом нашей стране, и особенно о культурных различиях, связанных как бы со временем. И было очень много сказано о том, вот, например, Степа подметил, что нулевые это времена, например, которые лучше вообще не вспоминать, что, в принципе, как бы я солидарен с ним. Но, тем не менее, вот, например, Вить, говоря о том, что ты не хочешь вспоминать 90-е, и ты хочешь, чтобы не было уж такой прям фанатичной ностальгии о 90-х, но вот смотрите, жил ли человек, например, который родился там в 60-70-каком-то году, вот у него, когда ему 20 лет, и когда на дворе 90-е, у него есть вот такой, знаешь, вопрос, блин, вот лучше бы я не вспоминал 80-е, или, например, человек в 2000-х вспоминает, вот лучше бы я не вспоминал 90-е, или человек, который в 70-х жил, вот бы я не вспоминал 60-е. Вот здраво ли сейчас, например, людей вот так разграничивать и как бы, ну не то, что диктовать, но направлять их мысли, говоря о том, что давайте не будем ностальгировать, давайте не будем, но фестиваль пустота. Я честно думаю, что вот люди, которые пришли условно послушать макулатуру, макулатуру Буэрак плохо, может быть, какие-то люди, конечно, не хотели вспоминать 90-е, но в основном это молодые, которые 90-м имеют очень, ну как бы, отношение какое-то посреднее, но им это нравится. Они где-то в детстве это слышали, им этого достаточно, им прикольно угорать над этим временем. И вот вопрос в том, чтобы у нас появилась вот эта сцена, о которой можно будет потом, через десятки лет говорить, блин, классное было время. Вот стоит ли сейчас вообще как-то ограничивать и артистов, и слушателей, диктовать ему что-то? Или лучше просто оставить все как есть и в какой-то момент как бы сцена и время возьмет свое? Спасибо. Возьмет свое по-любому. И я не то, чтобы там призываю что-то ограничивать или запрещать, не дай бог, да, как у нас принято. Я имею в виду, что, ну во-первых, типа, я не встречал людей, которые пытаются забыть 60-е, например, или 70-е, да? А 80-е тем более, что период застоя. Мы мало знаем, кто там жил. Мы мало знаем, кто дожил. Да, даже никто жил. В 70-е было прикольно, там типа, ну, мебель красивая была. Ну, знаешь, в 70-е, в 70-е, в 50-е строили. Нет, ну не суть, мы сейчас опять уйдем. Я, к чему? Не надо ничего разграничивать. Я имею в виду, что просто вот сама культивация этих образов, она не очень, ну, для меня она не здорова, скажем так. И как бы фестиваль «Пустота», он, ну, я бы не сказал, что он возвращал к 90-е. Фестиваль «Пустота», я делал фестиваль «Пустота», это в Новосибирске был такой фестиваль. Мы еще шоу-кейс делали. Шоу-кейс, да, был еще на Московском Музиклике, на первых. Ну, это был просто фестиваль сибирской музыки, скажем так, с хедлайнером. И он не был к 90-м, он не был к нулевым. То, что там присутствовала группа «Буирак» и всякие остальные группы, это же тоже не 90-е. То, что у «Буирак» есть Russian Criminal Tattoo песня, ну, четвертый день, ну, это же не обязательно 90-е. И да, там средний возраст был, я думаю, 17 лет. И как бы это было в 2017 году. Ты понимаешь, да, участие в 90-х этих людей? Нулевое. Они, в принципе, прожили всю жизнь при Путине. Боже, храни Путина. Понимаешь, для них вот и все. И как бы вместе скажем. Боже, храни Путина. Перед смертью. Перед смертью. Вот. И как бы, не, ну, просто это на самом деле забавно. То есть, я просто, видишь, я не против одного или не против другого. Я немножечко просто не понимаю, зачем это все переосмыслять. Оно есть и есть, но это очень много информации о 90-х. Я не знаю, о чем еще больше информации есть вообще, чем о 90-х. Каждый раз из телека нам говорят 90-е. Если не Украина, то 90-е. Понимаешь, типа 90-е это вообще что-то, это короче, как имя собственное какое-то уже у всего. То есть, если у тебя в жизни что-то херово, ты говоришь, это как в 90-е. Понимаешь, это не было вообще. То есть, нет, новый тренд. Свободные были. Мы такие свободные как в 90-е. Да, но это, кстати, вот упоминается крайне редко. В этой бежухе никто не вспоминает, например, что типа 90-е действительно было самое свободное время. Самое опасное, потому что самое свободное. Типа, чем больше законов, чем больше как бы прав, тем больше и ответственности и запретов. Понимаешь, типа 90-е крайне было свободное время. Но сейчас это никто не вспоминает, к сожалению. Это знак, кстати, это был знак. Я вот под конец бы вспомнил бы вообще о книге и вот очень много о переосмыслении, переосмыслении, эта книга, кстати, она хороша тем, что она больше об анализе, потому что анализировать-то надо все, переосмыслять может и как бы это не всегда нужно, хотя тоже запрещать нельзя, но вот анализировать-то точно нужно. И здесь много анализа различного, с чем ты можешь согласиться, с чем-то нет, но анализировать нужно и мне кажется, что, несмотря на то, что это достаточно толстенькая книжка, но по сегодняшнюю разговору я понял, что нужно еще 10 таких каких-то как минимум, потому что темы настолько тут не раскрыты все. И это просто такой, ну, на фуршет пришли мы по чуть-чуть попробовать того-сего, наверное, это как тизер будущих книг. Еще вопросы, да? Да, можно, секунду. Лев, коллеги, добрый день. Илья Тюпаев, подбор лицензирования музыки в кино. Мы часто общаемся с заказчиками из-за рубежа. Выглядит примерно так. Илья, нужна характерная музыка 50-х годов, веселая. У меня проблем нет с 50-ми годами. У меня масса музыки, которая совпадает ментально, по звуку, по характеристикам, с восприятием, скажем, американской аудитории. И мой плейлист бесконечный. Мне сложно выбрать 10 песен, потому что у меня их 100. Когда говорят точно так же, дайте грустную, печальную музыку для сцены в баре 60-х годов, тоже проблем нет. Плейлист гигантский, все есть. Прекрасное исполнение, прекрасные записи. Дыры начинаются с 80-го и 90-го года по разным причинам. Потому что, например, американцы не могут понять, как это у нас не было никакого рок-н-ролла, никакого рока, никакого психоделик-рока, никакого джаза. Это что-то урывочно было, но это все в каких-то минимальных количествах, это все потеряно в правах, это все в отвратительных качествах записей. И когда мы подходим к 90-м годам, к нулевым, вопрос не поменялся. Не важно, что был Советский Союз, а началась некая свободная страна. Самый типичный запрос про 90-е годы и начало нулевых, нужна русский веселый поп-рок. У нас его не существует. У нас или печаль вселенская, или печаль вселенская, или какое-то веселье дебильное, пьяное, которое вообще не воспринимается зарубежными ушами. Вообще. Вы не думайте, что тату там популярна. Это разовая прекрасная история, связанная с кучей каких-то обстоятельств. Но сейчас это никто никакую там русскую музыку не ищет. Никуда она не пошла и не пойдет. Это все разовая история. У электронщиков, у вас, у прекрасных исполнителей, которые там добиваются какого-то успеха. Это вот такой успех. Нужен новый Дягилев, который возьмет за жопу Стравинского, который отрезвит какого-нибудь, я не знаю, там Шостаковича и увезет за свои деньги. А на чьи деньги он это делал? И будет там пять лет пока. Никому мы не нужны. На чьи деньги Дягилев делал? Нет, мы говорим... Вот когда будут деньги, будет Дягилев. За рубежом... Лев, еще одно слово, Лев. За рубежом... А вопрос есть у вас, простите? Лев, за рубежом... Дядя просто пылист. Пять. Калинка, запоминайте, Катюша, Очи черные, Подмосковные вечера и Цыганочка. Все. Пять. Никаких артистов никто не знает. Очень большие умники, которые считают себя профессорами. Они знают, знаете кого еще? Высоцкого, Цоя и Пугачеву. Все. Вывод, вопрос у меня какой. Книга-то о чем? Это о том, что мы ностальгируем, что как у нас музыка воспринимается со старыми эпохами. Вот я вам сказал, как выйдете дальше границы Советского Союза или там России? Никак. Никак не воспринимается. Спасибо. Вы вопрос задали, я могу? Извините, пожалуйста. А вы прочитали книжку же, да? А книжку не прочитал пока. Я спрашиваю, книга-то о чем? Нет, она совсем не об этом. Или о поп-музыке? Она о популярной музыке. Вы, за рубежных стали вещей, я сейчас куплю с удовольствием, да. Она называется «Контексты и смыслы российской поп-музыки», в принципе, в этих двух строчках. А про зарубежство почему начали говорить? Мне в этом смысле нет. О зарубежном там вообще ни слова, только какие-то очень явные параллели. Дело в том, что я на самом деле могу серьезно ответить на этот вопрос, потому что о зарубежной поп-музыке, как нам показалось вместе с ЭМИ, как бы есть кому писать и на зарубежных языках, и даже на русском языке. Это как бы традиция, которая сильно более развита и уже имеет определенное прошлое, да. А о российской поп-музыке, особенно постсоветской, которые после Высоцкого и Цоя, упомянутых вами, об этом как бы формулировали значительно реже, значительно меньше, и почти никогда это не оказывалось предметом, ну вот какого-то такого, да, альманаха. Вот теперь оказалось. Почитайте, может быть, Вам понравится. Я куплю, почитаю. Спасибо. Можно у меня еще есть цитаты небольшие? Я хочу перевести. Я хочу перевести то, что он сказал. Как это сделать? На самом деле, как Вы зовут? Меня зовут Илья. Илья, он хотел о другом сказать. Он имел в виду, что российские производители любого контента говорят не со всем миром, а только как бы с самими собой. И из-за этого очень тяжело это, ну, экспортировать, воспринимать и так далее. Вот это очень странная штука. В данной ситуации, я думаю, что сам с собой разговаривает Илья, потому что, как бы, вот он говорит, я не знаю, типа, как, что, ну, там, точнее, он не говорит, я не знаю, но он не знает. Дядь, погоди. Прошу прощения, но зачем Вам вообще кто-то? Вы думаете, что американцы очень хотят, чтобы их услышали в России? Мне лично не нужно. Так, как слышит мир. Мне лично не нужно. Вы же говорите, Вы этим занимаетесь, да, вроде? Я вам сказал, как вы делаете. А, вот в чем дело, с Вашей стороны. Я-то думал, дело серьезное. Да нет. Типа, он, кажется, как с его стороны это выглядит. Возможно, мы все выглядим сейчас как овощи для него, понимаешь? То есть, как бы, это взгляд. Вот, я не обижаюсь, я угораю. Вот, потому что, типа... И тороплюсь. Потому что это чушь. Вы плохо иметь в группе музыки. Вы где его музыка, а без группы? Нет. Илья. Блин, вы таблетки принять забыли, что ли? Я объясняю. Мы вообще не говорим здесь, типа, о группе плохо, если что. То, что есть группа плохо, это еще не значит, что, типа, теперь все темы этой дискуссии о группе плохо. Ну, спасибо. А можно я про поп-музыку скажу? Благодаря вам многие в этом зале запомнят, наконец, как называется моя группа. И, возможно, ее даже послушают. Мы есть на Spotify. Тук-тук. Но, короче, дядь, ну, серьезно. Слушайте, что касается поп-музыки, я подытожу немножечко эту часть. Я хотел сказать, я, на самом деле, должен был, прошу прощения, моя ошибка, не сказал об этом сразу, что, как указано в предисловии к этой книжке, написанной Александром Горбачевым, понятие само поп-музыки в ней трактуется максимально расширительно. И, честно говоря, это то, как привык делать и я в каких-то своих текстах, выступлениях и прочем, что поп-музыка – это, в принципе, практически любая музыка, выходящая за пределы академической традиции, соответственно, функционирующая в контексте и в пространстве шоу-бизнеса, так или иначе, как мейнстримового, так и андеграундного. Вот здесь поп-музыка понимается так, и в этом смысле группа «Плохо» безусловно принадлежит к ней. Даже если, не знаю, Витя, может быть, скажет, что какая ему поп-музыка. В контексте определения, дефиниции данной в предисловии к этой книжке, конечно, группа «Плохо» и группа «Комсомольск», и кто угодно, Илья Мазов, все к ней относятся. Если есть еще какие-то вопросы, да, вот… Простите, в любом случае, нам, к сожалению, нужно вдвоем идти больше тайминга. Прошу прощения, да, но мы, как бы, я уверен, что это не последнее мероприятие вокруг и этой книги, и в целом того, что мы делаем в ЭМИ с критическими текстами. Спасибо большое всем, кто в нем участвовал.